Многие считают, что все трудности зимней эксплуатации автомобиля связаны с низкими температурами. Отчасти это так. Но не всегда проблемы возникают именно от переохлаждения. Опытные автолюбители знают, что в мороз двигатель может закипеть так же легко, как и в жару. Более того, в это время года к стандартным факторам добавляются и свои. Сезонные. Резкие перепады температур, реагенты и многое другое. Давайте разберемся, как вовремя заметить проблему и в каких случаях можно продолжать движение, а в каких лучше не рисковать. Система охлаждения современных автомобилей достаточно надежна и на исправном авто двигатель в принципе перегреваться не должен. Однако бывают типичные чисто зимние ситуации. В основном это связано с буксованием. Если машина находится где-то в сугробе, забита решетка радиатора. В этом случае достаточно выехать из сугроба или освободить от снега переднюю часть авто, обеспечив приток воздуха. Проблема должна уйти. Другая. Хоть и не столь частая зимняя причина перегрева – некачественный или сильно разбавлен антифриз. На морозе он может загустеть настолько, что помпа не сможет его прокачать. Кстати, при замене жидкости в системе может образоваться воздушная пробка. Это затруднит ее циркуляцию. Как следствие, тоже перегрев. Другие проблемы не обязательно проявляются именно зимой, но непростые условия могут их спровоцировать. Может быть какая-то утечка, либо забит радиатор, либо может быть неисправен вентилятор радиатора. Может выйти из строя помпа или термостат, и даже некачественное топливо может нарушить температурный режим двигателя и привести к перегреву. Тут главное вовремя обнаружить проблему. Но, как ни странно, на новых авто это сделать иногда сложнее, чем на старых. На современных машинах количество приборов постепенно уменьшается. И на большинстве автомобилей остаются только контрольные лампы, которые сигнализируют либо о низкой температуре двигатель, либо уже о перегреве. Если у вас именно такой автомобиль, определить начало перегрева можно по косвенным признакам. Например, резко снижается мощность или появляется звонкий металлический стук при нажатии газа. Насторожить должна и интенсивная продолжительная работа вентилятора радиатора. Перегрев двигателя – очень опасная ситуация, чреватая дорогостоящим ремонтом. Поэтому при первых же симптомах включите аварийку и найдите место для остановки. Поставьте печку на максимальный обдув, и если мотор еще не закипел, дайте ему немного поработать на холостых и проверьте уровень антифриза. Если же это не помогло, лучше всего вызвать эвакуатор. Сбережете и мотор, и деньги, и нервы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!